Действительно, сегодня мы с вами продолжаем тему женского здоровья, красота и здоровье кожи, ногтей и волос. Хочу сразу сказать, что здесь будут не только темы, но какую тему можно создать из блока красота и здоровье кожи. Ну, кое-что можно взять, будет все в программе, несомненно, там разглаживание морщин, улучшение качества и здоровья кожи, но самое главное, поскольку мы дел все-таки имеем с биорезонансной терапией, бояться этого не надо, мы будем рассматривать вопросы и инфекции, и паразитарные различные вопросы, которые мешают нашей здоровью. Бородовки не забудем, естественно. А следующий семинар, вот, учитывая и ваши просьбы, вообще настроение, я, поскольку я читаю лекции, всегда прислушиваюсь к мнению наших пользователей и скайпа, и тех, кто пишет в электронную почту, и занят, в общем, предлагаем вам программу снижения массы тела. Причем мы начнем говорить сегодня, и вопрос о ТРОМ или ПОМ отнесем именно к следующей теме. В принципе, этот вопрос я, конечно, сегодня помяну, несомненно, поскольку дискуссий масса, почему-то по весне, видимо, эта проблема стала занимать всех. Ну, во-первых, конечно, ясно совершенно, что красота – вопрос сезонный у женщин, во всяком случае, не только возрастной, но и сезонный. Почему аллергики стремятся, например, попасть, ждут с нетерпением солнца, они прекрасно знают, что да, женская кожа действительно очень хорошо воспринимает солнечные лучи, поскольку именно кожа является тем органом, я нарочно начала именно с этой части, с пользы, которую приносит нам кожа, они начинают вырабатывать витамин D, который, ну, жизненно необходим после зимовки, которую мы провели в городах, чаще всего крупных, и получили колоссальный вред, все той же солью, все том же длительным отсутствием света, все это сказывается, несомненно, на темпе протекания внутренних наших процессов. Поэтому, в общем, кожа, она выполняет и свою собственную функцию, и такую, то есть она способна вырабатывать даже некий витамин, который не может быть, кстати, этот витамин D, который вырабатывается кожей, подсолнечными лучами, или имитирующего его солярия, это никак не заменяет таблеточки D3 калица и D3 никомет, которые всячески рекламируются нашими коллегами, медиками и аптекарями. Тут есть небольшая деталь, они нам дают кальций и витамин D в двух ипостасях, и говорят, мол, выпейте, и вы похорошеете, не знаю как, но хотя бы в костном элементе. Но так не получается, потому что забывается одна пикантная деталь. Вот вы видите на портрете молодую, красивую женщину. Мы забываем о гормональной системе, которая молодой, красивой женщине позволяет иметь вот такую замечательную кожу. Несомненно, она за своей кожей ухаживает, но тем не менее, хорошие врачи, не только дерматологи, они говорят, что чисто кожных проблем, не будем говорить, в том числе и даже заболеваний, не существует. Кожа, она такая, чаще всего, каким является изнутри наш с вами организм. Существует даже методика диагностики по кожным изменениям с тем, чтобы кожа считается зоной представления. Представление, как пульт такой, на котором видны некие изменения, которые позволяют приблизиться специалисту к диагнозу. Ну, прежде всего, я хочу сказать, конечно, вы знаете, что кожа один из самых мощных выделительных фильтров. Причём, в ситуации, с каким органом в паре обычно ставят кожу. Фокус в том, что в коже есть два вида желёз. Вы знаете, потовые и жировые железы, как назовём их так, они продуцируют два совершенно разных ингредиента. И выделяют, соответственно, жирорастворимые токсины, если таковые имеются в виду в организме, то это ближе к выделительной функции где-то печени. А вот потовые железы, они больше выделяют, как вы знаете, жидкое содержимое. И там идут соли, токсины, иногда очень неприятно пахнущий пот. Да, там есть инфекция, об этом мы тоже будем говорить. Но вот если приравнять к другому органу выведения токсинов, то, в общем, кожа в какой-то степени дублирует почки. Иногда существуют такие ситуации, когда у почек или у печени существуют тяжёлые периоды жизни. Бывают такие вещи. Ну, мало ли, паразитарная инфекция, инфекционный настоящий процесс, какие-то каменные изменения, песочек, камушки, воспаление почек. И тогда кожа довольно долго может взять на себя нагрузку. Но эта нагрузка не безразлична для кожи. На коже появляются разнообразные досыпания, гоненички, иногда даже. У женщин довольно взрослых, вот такого возраста, то есть не у подростков, на лице появляются акне. И многие очень, во всяком случае, на нашем сайте были вопросы. Вот почему не помогает программа, если мы её так составили, она как, так сказать, вся, все частоты уже употреблены, а на лице, назовём это так, прыщи, как их называют подростки, гоненичковы, типа, как были, так и остались. Мало того, они ещё и высыпания эти на кожи с гоненичковыми фитильками чаще всего попадают, увеличиваются даже иногда. Приходится говорить, к сожалению, если перед тем, как вы не проведёте, вот эта программа, сегодня у нас две программы будут приведены в качестве, так сказать, лечебного мероприятия, оздоровительного мероприятия, их будет две. Одна программа, посвящённая очищению, глубинному очищению организма, а вторая программа уже непосредственно на восстановлению кожных, решению кожных проблем, которые... Что сделать вам? А вы решите, вот вы послушаете наш разговор сегодняшний, и вы решите, что сделать вначале. Может быть, вначале почистить, программа недлинная и несложная, а потом уже заниматься кожными проблемами. Поэтому кожа, она в какой-то степени даже и не просто является дополнительным фильтром человеческого тела, она иногда берёт на себя функции, которые совершенно несвойственны, мы редко задумываемся об этом вопросе, это удержание на поверхности инфекции, в противном случае инфекции воспаления пошли бы в глубины, или токсины, которые берёт на себя кожа для выведения, уходят внутрь в организм. Ну, что вам сказать? Как правило, все заболевания, которые мы видим на коже, они, естественно, как уже я говорил, связаны с неполадками внутренних органов. Вы знаете, что основное кожное заболевание – это вирусные процессы, которые очень беспокоят своих хозяев. И если у молодёжи нет никаких полипов, бородавок, то это ещё не значит, что вирусной инфекции никакой нет. Это существует внутри организма, но ещё не выбралось на, скажем так, кожные поверхности. А вот демодекоз, клещи вот у нас написаны, вы не представляете, что это какой-нибудь клещ, ну, чесоточный, хотя по нынешним временам наши дети, которые ходят в садики, в школы, они могут вернуться даже из пионерского лагеря, то, что было раньше пионерским лагерем, покрыты, ну, скажем, клещами, вшами, да кем угодно. Но всё-таки кожные клещи мы имеем в виду – это демодокс. Это клещи, которые всегда жили и живут на коже. И однако при ситуациях, когда возникает слабость иммунитета кожи, падает PH кислая кожная оболочка, они могут размножиться и вызвать, в лучшем случае, небольшой млефорит. А так, в общем, демодокс довольно неприятная штука, она представляет собой тяжёлую татологию глаз, избавиться от которой довольно сложно. Мало того, демодокс доказан, доказана роль демодокса и в аллергических процессах. Поэтому вы не удивляетесь, когда вы задаёте вопросы и получаете программу в ответ, там стоит аллергия, например. И только потом клещ сам как таковой. К сожалению, конъюнктивиты на 9 десятых – это процесс и воспалительный, и, может быть, обычной банальной инфекцией, антибактериальной инфекцией, но это ещё, конечно, симбиоз воспалительного процесса с клещами. Демодоксы – очень неприятные штуки. В принципе, их роль такая у здорового абсолютно человека с чистой кожей. Ну что, кожа, как вы знаете, теряет, шелушится, она меняет свою клеточную составную оболочку довольно много, так же, как и волосы, часть выпадает, вырастает новые, точно так же обновляются клетки кожи. Поэтому в норме кожные клещи, то есть тогда, когда их количество удерживается в рамках приличного иммунитета кожи, и они не вызывают никаких болезненных изменений, демодоксов столько на коже находятся. На всём лице, не обязательно на веках, и на теле человека в том числе. Они питаются слущенными элементами кожи. И если нет никаких проблем, то, в общем, их количество регулируется количеством пищи. Помните, как? Разбили слонов, а питаться нечем. Вот та же самая ситуация может возникнуть и у клещей. Их может стать столько, что они уже перестанут нормально быть сопрофитными, условно-патогенными. А вот грибки тут ситуация совсем другая. Грибки, которые повреждают и кожу, и ногти, и волосы, это всегда патогенные грибки. И никогда нельзя позволять им размножаться. Вообще все кожные высыпания, они в той или иной степени всегда содержат в себе части бактерий, вирусов, погибшие клетки крови, вот тут лейкоциты, лимфоциты. То есть иммунитет мобилизуется на борьбу с кожными высыпаниями. Есть еще очень полезная вещь, которую нужно знать людям любого возраста. Вот да, потовые железы здесь немножко больше инфекции банальной, такой бактериальной. А вот если коснуться желез, производящих жир обыкновенный, который является естественной смазкой кожи, то тут ситуация такая. До определенного возраста эти железы воспроизводят жир определенного состава. И инфекцией такую жир взять просто невозможно на зуб. Но где-нибудь с 35 лет состав этого подкожного жира и жира самых сальных желез, кожное сало, как иначе говорят специалисты, состав его меняется. В какую сторону? В этой ситуации в составе кожного сала оказывается очень мало витамина F. Вот витамин F, он никак, или незаменимая жирная кислота. Вот имейте это в виду. Если вы выполняете какую-то программу, например, борьба с медленными вирусами, они у нас будут в программе, борьба непосредственно с грибковой инфекцией, да даже и с аллергией или с бородавками, а уж с акне и гненечковой сыпью, нужно обязательно употреблять дополнительно, ненависимо от возраста. Это самые простые варианты витамина F. Это кукурузное масло, да даже обыкновенный рыбий жир подойдет. Есть различные БАДы, в которых входят омега-комплексы. Вот эти комплексы помогут справиться с этой проблемой, которая, как ни стараемся, приобретает, к сожалению, увы, чаще всего вот такой вот рецидивирующий характер. Ну, вы знаете, по некоторым нашим семинарам опять проходится повторять, да, у всех паразитов свои вкусовые пристрастия. И поэтому по одному виду высыпаний вот на коже даже опытный человек может сказать, да, это вот такая-то вот инфекция, это вот такой вот паразит, а не другой. Поэтому врачи, которые ставят тот или иной диагноз кожного процесса, должны об этом помнить. Ну, пройти вопрос вирусов и бактерий, и кожи, как место, где пристраиваются те или иные паразиты, это невозможно. Конечно, самым распространенным является из вирусных процессов это герпетические инфекции. Надо сказать, что герпес, он всегда вот как-то это вызывает очень вспышку негативной реакции у наших слушателей. А между тем, это так и есть. Герпес всегда находится внутри нашего организма. То есть не на коже вовсе. Местом проживания герпетических вирусов являются нервные клетки. Ну, не центральная нервная система, а нервные клетки двигатель, дегитативной нервной системы, вот таких вот ветвлений нервов, нервов, выходящих в спинного мозга и так далее. Очень хорошо он себя проявляет по ходу нервов крупных, таких как седалищный нерв, и ше, вот бедренный нерв. Имейте в виду, что все эти кожные процессы, связанные с герпесом, они редко когда удается доказать, что вот да, вот бывает такая ситуация. В определенной системе мочеполовая инфекция находится ургенитальный герпес. Известно, какой вид, он уже пронумерован, он уже известен, его уже, так сказать, поставили, все это так, но одновременно с этим на коже у человека совсем в другой локализации, на лице появляется герпес другого вида. Как быть? Ну, естественно, ургенитальный герпес лечится долго, упорно, и тем не менее, пока не закончится процедура длительного герпетической инфекции внутри организма, кожная герпетическая инфекция полностью не исчезнет. Мало того, герпес очень часто сопровождает аллергическую усыпь. Это характерные пузырьки. Боль, зуб, в основном, обеспечены вот этими высыпаниями, которые идут по ходу нервных выделений. Те, кто когда-нибудь болел, скажем так, неврологией троинечного нерва, не понимают, с чем они имеют дело. Любые неврологии и радикулиты на 9-10-х связаны с резким размножением герпеса. Иногда он наглеет до такой степени, что появляется даже на коже, формируя опоясывающий герпес. Так вот, этот опоясывающий герпес будет состоять вовсе не из того вируса герпеса, который вы ожидаете. Поэтому у нас есть программа герпес-зорстов. Да, есть такой вид вируса, но за ним, за появлением на коже, скажем так, высыпаний вирусных может стоять любой другой вирус. Поэтому всегда лучше пользоваться базовой программой противовирусной, которая существует и в Дельте. Не такая же очень похожая программа существует. А вы пытаетесь выловить кого-то одного из 8 типов с несколькими подтипами вирус герпеса, взять его за глобку и прогнать. Ну, самые слабые вирусы, они покинут территорию, но остальные останутся. И они будут переохлаждение, респираторно-вирусная инфекция, травма, перерастяжение мышц, немедленно поддержат атаку и вновь будут, даже не являясь на коже, а находясь под кожной жировой клетчаткой, выдавать свои замечательные по ходу нервы неврологические симптомы. Бактериальные инфекции, ну, что, ничего нового вы не увидите. Бактерии часто располагаются околовыхода именно сальных желез, они связаны непосредственно с этими железами. Бывает, когда человек страдает от появления вот таких вот дополнительных друзей в кавычках, появляются расчесы, вносятся дополнительные инфекции, это естественно коковая инфекция, которая всегда есть на коже и в носоглотке, которая ждет то же самое, как и медленные вирусы. Кстати, в медленных вирусах, кроме герпеса, еще и находится вирус папиллома человека, который является источником наших упорных бородавок. Но это уже многолетняя проблема, которая редко, когда беспокоит молодежь, в основном это люди более пожилого возраста, но тем не менее такая проблема существует. Ну и специлококков что мы можем увидеть на коже? Обычный такой гнойничок на вершинке находится обычная белая вершинка гнойничковая, как у маленького закрытого вулканчика. Это золотистый специлококк и иногда вот такие гнойничковые поражения захватывают не один поверхностный слой кожи. Они имеют основания гнойные, иногда это даже переходит в фрункулы. В общем, эта проблема довольно неприятная, но пользоваться программами соответствующими нужно это несомненно. как мы уже с вами догадались, действительно да, здоровье кожи это здоровье всего организма. мы пытаемся как-то бороться с теми явлениями, которые появляются на коже. А между тем надо иметь в виду, что да, неблагополучие кожи это проблема всего организма. Поэтому когда вы замечаете любого совершенно вида изменения на коже, вы должны четко себе представлять. Никогда вы не имеете изолированное кожное заболевание. Здесь нужно обязательно поработать с очищением крови, может быть использовать дополнительные средства, которые используют специалисты народной медицины, это и периоды голодания, изменения, кстати, большего количества клетчатки использования для того, чтобы избежать явление дисбактериозы и облегчить явление очищения организма, но даже и мы с вами обладаем колоссальными возможностями для очищения организма. Ну а немножко поголодать, вы знаете, я же не предлагаю вам переходить на воду без хлеба. Здесь лучше, конечно, использовать и дни, скажем, кефирные, яблочные, это все мы будем обсуждать при программе снижения веса, но для облегчения состояния кожи, тем не менее, мы должны это помнить. Поэтому вот такая вот ситуация со здоровьем и с периодами голодания. Я вообще к голоданию отношусь двояко. Применительно к коже, да, может быть полезным мероприятием, а применительно к снижению массы тела, вы узнаете об этом в следующий раз, в общем, вы провоцируете организм не только к тому, чтобы он похудел немножко, вы провоцируете организм к очень простой вещи, вы провоцируете просто-напросто искусственное увеличение массы тела. Так, это мы проходим, так, продолжим дальше. строение кожи довольно сложное, вот вы видите напоминающий такой некий пирожок, который перед вами представляет собой, вообще у кожи официально 5 слоев. С возрастом, к сожалению, и когда вот всё в порядке, идёт рост и развитие организма, то кожа благополучно, эластично, клетки эпидермиса делятся, представляют собой, формируются новые железы, и всё простекает нормально. Другое дело тогда, когда вопрос ставится о, скажем так, той теме, о которой мы говорили в прошлый раз. Почему кожа при голодании молодого человека, скажем так, снижение массы тела и тому, кому за 50, выглядит по-разному? Потому что с возрастом кожа теряет свою эластичность. Один из слоёв кожи, второй исчезает полностью. И кожа становится нам несколько великоватой. Почему актрисы идут на подтяжки? Не потому, что морщины формируются там, где это само собой, но забываются совершенно о другом моменте. Сколько не тяните кожу, сколько не пытайтесь избавиться от кожных складок, которые образуются и на лице, и в других частях организма. Если вы худеете, и вам за 40, то складки кожные так и останутся, потому что они никак не могут распрямиться. Дело в том, что с возрастом уменьшается скелет лицевой в частности. Что происходит с зубами? Я вам рассказывать не буду, а вот что происходит с глазами, очень легко рассказать с лицевым скелетом. Костей и мышц там становится мало. К мышцам прикрепляется естественно кожа, она теряет связь с мышцами, отвисает и благополучно возникает вопрос, а не украсить для себя любимого подтяжкой. Вы подтягиваете ее, но проблема остается. Мало того, с каждой подтяжкой приходится каждый раз возвращаться к этому вопросу снова. Поэтому проще вообще-то, как всегда, снабдить кожу необходимыми программами, которые помогут коже оставаться эластичной, сохранят лимфатическую систему без всяких, кожа, кстати, очень богата лимфа, поэтому отсюда все токсины, все вещества забираются и непосредственно выводятся через лимфатические протоки. Сюда же дренируется межклеточное пространство. И очень редко, когда кожа не работает, она работает без выходных, именно кожа дренирует межклеточное пространство. Помните, около клеток находится большое количество токсинов. Поэтому если вы используете программу, ну даже такую, как лимфодетокс, которая присутствует, кстати, и в универсалии и непосредственно в самом дельте, вы делаете для кожи, ну просто незаменимую совершенно вещь. Вы позволяете ей избавить себя, кожу и организм от накопившихся токсинов. Ну а ждренаж, глубокое очищение кожи, это само собой. Вот как раз картиночка на тему о том, как хорошо стареть. Да, белковые структуры кожи быстро теряют свою массу, а источником этого дефицита является дефицит метионина. Дело в том, что метионин, он является чисто незаменимой аминокислотой, которая непосредственно сердцедержащая аминокислотой, которая буквально держит кожу, натягивает ее, разглаживает складки и прочее. Мы получаем с пищей очень мало этой кислоты, она считается незаменимой совершенно, поэтому не очень мы любим зеленый горошек есть, зря совершенно, сою, кстати, вот одно время очень нападали соевые коктейли, ну как вы себе представляете, компания, какая-то неважная, наша, заграничная, наша, конечно, получше, произвела соевый коктейль, то есть, что она взяла? Компания взяла сою, расщепила ее до состояния аминокислот и приготовила для вас коктейль. Почему боятся люди соответствующих продуктов питания? Да потому что генетически модифицированное питание это верная дорога к онкологии, но аминокислоты, вот это даже смешно бывает, считать, что аминокислотный коктейль, приготовленный для вас, спортивный, не спортивный, просто купленный, он привык к кинодетку, из него соя не вырастает, не вырастает, вы в сою не превратитесь, человек совершенно не имеет ничего общего с растениями, чтобы об этом не писали специалисты, а вот использование таких продуктов питания, как аминокислотные коктейли, очень приветствуется, потому что сирос пищей приводит к исчезновению дреблости кожи, замедляет старение кожи, кроме того, мы не обязательно в программу включаем улучшение качества коллагеновых волокон, которые являются структурной основой кожных отделов, которые вы видите на лице и вообще на всем организме, и вот это-то как раз сшить, укрепить, сделать не рыхлый, а именно такой эластичный, подтянутый, молодой, все это можно сделать с помощью, конечно, остановить этот процесс полностью невозможно, но если вы будете регулярно выполнять программы против морщин, употреблять белковую пищу и подкреплять ее биорезонансной терапией, направленной на непосредственно строение коллагеновой структуры, вам будет значительно легче жить. Есть еще одна у кожи много проблем и еще один фактор кожи. Кожа сохнет. В этом отношении наш с вами реклама права абсолютно. Именно увлажнение и сохранение естественной жировой смазки создают защитный покров нашей кожи. Поэтому сухость кожи, шелушение кожи, появление дополнительных складок это результат и внутреннего обезболивания организма. Не столько связано с тем, что вы мало пьете, сколько с недоведением необходимого количества жидкости до всех участников нашего процесса. Организм экономит и поэтому кожа считается ненужным совершенно с возрастом структурой. Поэтому ее стремятся кормить меньше, совершенно, почти полностью прекращается кислород снабжение, естественно, в пределах того, чтобы эта кожа существовала и уж подачи жидкости в структуры почти полностью прекращены. Кормить лишние органы организм не собирается. А вы должны об этом помнить. и поэтому программа обезбоживания как таковая, она означает не то, что вы под душем редко стоите, а то, что вы не собираетесь потихонечку восстанавливать водный баланс кожи. Кожа вообще-то теперь о соотношении наружного украшения и, так сказать, внутреннего здоровья кожи. Хорошо, конечно, было бы, если бы кожа пропускала крупномолекулярные жиры. Мы бы с вами легко нанесли, все бы это всосалось. На самом деле только верхний слой кожи пропускает в себя часть кремов. Следующий слой уже кожи и более глубокий слой есть тем, чтобы обновить, омолодить, укрепить, проникает меньше 80% кремов. Так что все наши с вами в общем камуфляжные мероприятия, конечно, я нисколько не уменьшаю уровень оперативной косметики, но помните, это барьер, который не пропускает практически ничего. Пока кожа не повреждена, человеку в общем-то бояться такой инфекции, как грибковая, папилломатозная, нечего. Но если появляются мелкие царапины, повреждения кожи, то естественно все эти паразиты, которые вначале могут вести себя сравнительно прилично, быстро проникают внутрь организма. А еще легче, что там говорят о паразитах, они внутри живут и снаружи, кожа пропускает токсические вещества. Мы с вами пользуемся косметикой, живем в загазованном пространстве, где представьте себе, съедает покрытие проводов та самая соль, по которой мы ходим. А как вы думаете наша кожа? Нет никакого спасения, кроме того, у кожи нет никаких запасных рецептов для того, чтобы бороться с такими веществами, как растворители, хлороцетон и прочее. По этой причине нашей оздоровительной программе мы вынуждены значительно расширить именно блок химической детоксикации, то есть очищения кожи и организма вообще от проникших токсинов химического происхождения. Кстати, это довольно большая проблема. Так, мы с вами прошли это. Так, вот. Генеральная уборка кожи. Ну что ж, вот мы уже приближаемся с вами непосредственно к цели, конечной цели нашего разговора. Что мы должны сделать? Вы знаете, что, в общем, уборка вещь малоприятная, но делать ее все равно надо. Поэтому в ситуации с генеральной уборкой кожи мы должны обязательно использовать следующие мероприятия. первое это очищение от паразитов, медленных вирусов, бактерий, от кожного клеща, демодекса, от токсинов, которые производит сам организм, или благоприобретенных в кавычках токсинов, которые проникают непрошенными в наше тело, и не допустить старения кожи ее придатков. А придатки это волосы и ногти. Так говорят врачи. Так придется нам с вами и считать. Когда мы называем глаза придатками мозга, мы указываем на общность проблем. Точно так же и здесь. Обычное самое очищение организма с помощью биорезонансных программ это не только очищение кожи, это очищение оздоровления волос и оздоровления ногтей. Хоть и придатки, но в общем жизни без них нет. Так сейчас мы немножечко исправим наше. И еще одна проблема, о которой очень редко говорят, составляя программы оздоровления кожи, ногтей и волос. Вы знаете, что с возрастом один из видов обмена потихонечку угасает. Это белковый обмен. Поэтому в программу включена программа не лечения заболевания щитовидной железы, а восстановление активности этой железы, которую не зря называют королевой молодости. Действительно, да, у человека, у которого здоровая железа, имеют чистую кожу, густые волосы, крепкие ногти, свежая, цвет лица, желаемый вес, кстати, потому что если начинаются какие-то проблемы непосредственно со щитовидной железой, вес начинает нарастать. А почему? Раз щитовидная железа с гипоталангетизарной системой позволяет белковому обмену угаснуть, то, естественно, начинает преобладать жировой обмен. Благо жировому обмену не нужно ни желез, ни особых проблем, нет для складирования много, а кроме того, организм с возрастом очень четко видит перед собой такую перспективу. Как весна, так диета. Как диета, так ограничения в пище. В питательных веществах веществ становится мало. Болеть, люди болеют, особенно в зимний период, да и вообще весной, и осенью, круглоговечной, в разном возрасте. И организм создает запасы. Запасы энергии. Послушайте, как это красиво звучит. это действительно запасы энергии, жир, и он на крайний случай, а его становится все больше и больше, а крайнего случая не видно, и поэтому мы все-таки немножко, не лишая полностью организма, все-таки напомним, что мы существа белковые, и должны обязательно восстанавливать свои железы, которые благополучно являются поставщиками строительного материала для омоложения, оздоровления кожи и волос. Помните, я уже говорила, что часть функций кожи в очень большой зависимости находится от печени, поэтому помимо щитовидной железы, королевы молодости и королевы здоровья, между прочим, кожи, мы должны будем с вами вспомнить и о том, что существует печень с ее проблемами, печень, которая производит все структуры защиты для кожи. И есть четкая совершенно доказанность, что печеночные сосальщики и лямбли являются факторами именно не просто болезни нашего организма, а именно формируется раннее старение со всеми внешними признаками. Внутри болезнь, снаружи старость. Увы, это никому не нравится. Ходить с зеленым цветом лица, придевшими волосами, шелушащейся кожей никто не собирается. Волосы истончаются. Вот вообще кто помнит об этом симптоме лямблиоза? О медленном росте и ломкости волос. А они там себе сидят скрытно в желчевыводящих путях и не очень-то и себя объявляют. Это довольно такая инфекция хитрая и медленная. появляются трещины на коже, думают аллергия может быть случилась на что-то, намажут чем-нибудь. Например, лямблия в частности выделяют даже токсин, вот такая пикантная деталь, токсин, который называется токсином тоски и печали. То есть это практически депрессия, которая вызывается лямблиями. И кто бы мог подумать об этих двух очаровательных паразитах, об аписторхозе и лямблиозе во взрослом состоянии в небольшом количестве, даже чаще всего не обнаруживаемой ни медицинской, ни биорезонансной диагностикой, поэтому этих паразитов я поставила как обязательный фактор старения, с которым надо справиться и преодолеть. Ну естественно все мы не хотим быть старыми, больными, все мы мечтаем даже и до столетнего, и даже юбилей, даже жить дольше, поэтому нам нужна программа и очищения от накопившихся шлаков и токсинов. Кстати, даже простой вот этот биорезонансный цикл без дополнительной кожной программы, которую вы увидите сегодня, предварительная небольшая двухнедельная очистка организма приведет вашу кожу, тем более сейчас весна, легко проходят чистки организма, как ни странно, организм очень отчетливо дает положительные результаты, поэтому я и приглашаю вас на глубокое очищение нашего организма без непосредственно усилий, которые вы делаете. Вот смотрите, вот программа красота, здоровье, кожи, волос и ногтей для непосредственно аппарата Дельта. Курс не длинный, он всего двухнедельный, затем вы делаете перерыв и вновь повторяете программу. Для того, чтобы более детально рассмотреть эту программу, можно посмотреть на перечень программ универсала. Вот вы видите, здесь четыре этапа, чуть длиннее, чем предыдущая программа, но зато вы видите, что кожная программа включает практически все, что все проблемы, которые могут тревожить вас и вашу кожу. Здесь и инфекция, здесь и качественная борьба с грибками, и непосредственно повышение иммунитета, непосредственно кожи как таковой, и регуляция волос, и окраски, что тоже важно. В общем-то, все мы люди, и даже мужчины, часто спрашивают, выпадают волосы, а помогите, пожалуйста. естественно, уже посидевшие волосы наша программа не окрасит, об этом в общем-то можно думать более молодым людям, чем пенсионерам, но тем не менее, укрепление и регуляция такого важного аспекта, как волосы, тоже очень нужно, тем более, что волосы тоже страдают теми же проблемами, что и непосредственно кожа, они бывают и сухие, и жирные, то есть регуляция работы кожных желез, она очень важна, поэтому когда вы поможете часть программы, если считаете ею пренебречь, но поверьте, весной особенно очень много разнообразных много наших товарищей, коллег женского пола начинают говорить о том, что волосы редеют, становятся ломкими, ходят на очень дорогостоящие процедуры по ламинированию, вот я по себе могу вам сказать, красят волосы с раннего возраста, теперь чуть менее с 15 лет уже меняют окраску волос, поэтому приведение в порядок волос это не последняя задача в деятельности биорезонансного косметолога, если можно так сказать, ну и конечно вы должны помнить о состоянии старения кожи, программа разглаживания морщин при неоднократном употреблении, обвисшей кожи, восстановление непосредственно тонуса, эластичности кожи, все это поможет без путяшки постепенно иметь приличный вид, даже если ты и пенсионер, а молодежи являются профилактикой всех этих неприятных изменений, которые тоже являются проблемой, надо отметить. Здесь же в этой части владельцы программы для универсала, здесь это открыто по названию, то же самое вложено и в программу для владельцев Дельты, просто там идут номера программ. Здесь идет важнейшая тоже программа, это программа восстановления взаимоотношений между кожей, кожебелковый фактор и щитовидный и половых желез, то есть непосредственно омоложение опять привязывается нами непосредственно и к белковому обмену и к обмену гормональному. И вот вроде бы мы программу уже с вами закончили и все обсудили, там есть и грибы, там есть и анкна вульгарис, то есть все программы сделаны, но мы решили не выделять отдельно программу отдельный семинар и буквально вот такой маленький сувенир. Это программа глубокого очищения кожи непосредственно для аппарата Делита и так аналогичная совершенно программа по сути своей это программа глубокого очищения организма и кожи в том числе для аппарата универсал конечно программа короткая тоже двухнедельная но поверьте за две недели можно сделать для своего организма очень много вот как поступить в этой ситуации у вас две программы и у дельцевцев две программы и у владельцев универсала да все очень просто в начале сувенирная программа глубокого очищения 14 дней и потом сразу же вы можете приступать к программе оздоровления кожи это будет 14 дней затем вновь повторный этап очищения и завершающий повторный этап касающийся оздоровления кожи вот на мой взгляд такой месячник очень полезен для тех кто хочет освободиться пусть даже на его лице не цветут пышным цветом грибковая инфекция или бородавки кстати бородавки вставлены в программу эту и другую но профилактика сегментных пятен морщин складок в ненужных местах присоединение инфекции улучшение качества кожи это вещь межвозрастная и каждая женщина на мой взгляд хочет иметь чистую здоровую ну для пожилых людей и даже можно поставить вопрос межвозрастная Продолжение следует...